Совсем недавно закончилось самое знаковое, самое крупное, самое авторитетное мероприятие ежегодное. Это Европейский конгресс кардиологов, который в этом году проходил в Париже. На мой взгляд, за последние годы это, наверное, самый интересный конгресс, который был наполнен буквально новостями. Мы получили три новых, пять новых документов, три из которых мы обсудим. Это клинические рекомендации по дислепидемии, по хроническим коронарным синдромам, по сахарному диабету и несколько очень интересных знаковых клинических исследований, которые, возможно, в какой-то степени поменяют нашу клиническую практику. Итак, начнем мы с рекомендации по лечению нарушений липидного обмена и, как совершенно справедливо сказано в самом заголовке, модификации уровня липидов для снижения сердечно-сосудистого риска. Ну, а раз речь идет о снижении сердечно-сосудистых рисков, тогда нужно их стратифицировать, нужно определить величину сердечно-сосудистого риска. Как вводится в Европе, в европейской системе стратификации риска, мы выделяем четыре зоны риска. Это очень высокий, высокий, умеренный и низкий риск. В общем, эта система не новая. Естественно, в зону очень высокого риска входят пациенты с документированным сердечно-сосудистым заболеванием на основе атеросклероза, то есть атеросклеротическое сердечно-сосудистое заболевание – это ишемическая болезнь сердца, церебровоскулярная болезнь, периферический атеросклероз. Сюда же относят пациентов с документированным значимым стенозом любого артериального сосуда более 50%, то есть, например, по данным ультразвукового исследования или по данным выполненной коронарографии. И обратите внимание, что поменялась стратификация риска при сахарном диабете. Если раньше все пациенты с сахарным диабетом относились к зоне как минимум высокого, а чаще очень высокого риска, то сейчас они делятся на три зоны. И, конечно же, пациенты с различной выраженностью риска по шкале СКОР, они, соответственно, тоже делятся на эти четыре группы. Ну, раз речь зашла о шкале СКОР, то надо еще раз на нее посмотреть, а точнее, как еще раз. Шкала СКОР тоже поменялась. Вот вроде бы, что может быть постояннее шкалы СКОР? Нет, она тоже поменялась. Дело в том, что меняются люди, меняются пациенты, меняются факторы риска, меняется их выраженность. Короче говоря, смотрите, что было и что стало. С правой стороны рекомендации, которые рекомендации 2016 года по дислепидемии, то эта шкала СКОР, она не менялась, по-моему, года с 2003, если я не ошибаюсь. С левой стороны новая система. Во-первых, она вытянулась. Раньше шкала СКОР заканчивалась на 65 годах, теперь она ушла в зону 70 лет. Это первое. И второе, суммарный базовый риск, он несколько снизился. Верхний правый угол, вот этот мужчина 65 лет, курящий, не следящий за своим липидным обменом и гипертонией, 47. Вероятность 47%, вероятность погибнуть в течение ближайших 10 лет, то сейчас в новой системе соответствующие пациенты, они имеют риск лишь 34. То есть формально, как бы, суммарный сердечно-сосудистый риск снизился. Поэтому нам с вами придется поменять эти картиночки. У кого-то они висят на стене, у кого-то они лежат под стеклом, кто-то пользуется компьютерными приложениями. Имейте в виду, шкала СКОР поменялась. Шкала СКОР дает только представление о роли пяти базовых факторов риска, двух немодифицируемых полвозраст и трех модифицируемых. Но после того, как мы посчитаем риск по СКОР, естественно, надо вспомнить о том, что существуют и другие переменные, другие факторы риска, которые могут существенно этот риск менять. Это, конечно, ожирение, это, конечно, гиподинамия, это стресс, это хронический стресс. Кардиологи всегда делают вид, что ничего не происходит, что стресс он как бы есть, но его как бы нет. И это понятно, потому что, во-первых, мы не умеем считать выраженность этого стресса, и, во-вторых, мы практически ничего не можем предложить пациенту, так как, известно, лучший способ взбесить человека, сказать ему, тебе надо успокоиться. Это, конечно, отягощенный семейный анамнез. Хронические воспалительные заболевания. Ну, вот здесь написано хроническое воспалительное заболевание иммунного генеза. Классический такой эталонный портрет пациента – это ревматоидный артрит. Известно, что ревматоидный артрит в полтора раза увеличивает риск. То есть, если перед вами пациент с ревматоидным артритом, полученную цифру, измеренную, оцененную по шкале скор, нужно умножить на полтора. Пациенты с ВИЧ-инфекцией, они доживают до своей ишемической болезни сердца. Причем там, с одной стороны, риск увеличивается из-за, собственно, хронического воспалительного заболевания, с другой стороны, антиретровирусная терапия, она тоже до некоторой степени кардиотоксична. Есть препараты, увеличивающие тромбогенность, то есть, обладающие протромбогенным действием, абокавир прежде всего. Есть препараты, которые вызывают вторичную гиперхолестериногию. Хроническая болезнь почек синдрома, обструктивного апноэсона и так далее. То есть, множество переменных, которые могут увеличивать сердечно-сосудистый риск. Каждый из нас знает ситуации, когда пациент как бы находится в зоне промежуточного риска. То ли дать ему статины, то ли не дать, то ли пусть ходит так. И нам хочется что-то еще, нам хочется какой-то аргумент, который бы эту чашу весов сместил либо в одну, либо в другую сторону. И в качестве таких аргументов можно использовать два исследования. Одно это относительно простое, дешевое, доступное исследование. Это ультразвуковое дуплексное сканирование брахиоцефальных артерий. Увидев бляшку в сонной артерии, мы можем сказать, что процесс пошел, цитирую классика, и все-таки назначить пациенту статины, понимая, что если есть бляшка в сонной артерии, то значит, есть она и в других сосудах, и надо ее блокировать. Второе исследование, оно для большинства врачей более экзотическое, не во всех центрах, уж тем более в поликлиниках этого исследования просто нет. Это коронарный кальциевый индекс. И вот этому исследованию в последних рекомендациях уделяется большее внимание. То есть, можно посмотреть коронарный кальциевый индекс, посчитать индекс Агастона. Главной интригой, конечно, нового документа было то, как европейцы поступят с целевым уровнем липопротеидов низкой плотности. Вы помните, что в прошлых рекомендациях, рекомендациях 2016 года для зоны очень высокого риска было рекомендовано значение меньше, чем 1,8. В 2017 году российские эксперты говорят меньше, чем 1,5. В 2018 году российские же эксперты выделяют группу экстремального риска. Так, европейцы, как вы видите, идут еще дальше, достают своего козыря и говорят меньше, чем 1,4. Так у меня эта история напоминает просто аукцион. Меньше, чем 1,4. То есть, для зоны очень высокого риска. Главным образом это, конечно, касается пациентов с документированным сердечно-сосудистым заболеванием. Потому что пациентов со скорб больше 10 все-таки сюда, наверное, относить не очень правильно. Потому что никто из нас не сможет доказать, что, скажем, 70-летних пациентов, которые автоматически, как мы помним, попадают в зону скорб больше 10, нужно лечить так интенсивно. Но пациентов с ашемической болезнью сердца, особенно перенесших коронарные синдромы с сахарным диабетом, нужно лечить интенсивно. И это еще не все. Это был козырной туз, а теперь Джокер. Концепция 2 на 2. Если в течение двух лет, несмотря на оптимальную, на интенсивную, на хорошую терапию с татинами, пациент повторно переносит ишемическое осложнение, то есть инфаркт миокарда или инсульт, неважно любое, то индивидуальный целевой уровень ЛНП меньше единицы. Конечно, мы понимаем, что достичь такого уровня ЛНП только высокоинтенсивной, даже максимально интенсивной терапии с татинами зачастую просто невозможно. Это пациенты, которые нуждаются в комбинированной терапии статины плюс эзотимиб или даже статины плюс ингибиторы PCSK9. Очевидным ограничением такого подхода является, конечно, высокая стоимость этих препаратов. Терапия гипертреглицеридемии. Что здесь поменялось по-прежнему? И у пациентов с гипертреглицеридемией препараты первой линии – это статины. Поменялись местами фибраты и омега-3 полиненасыщенные жирные кислоты. Теперь второе место занимают препараты омега-3, на третьем месте фибраты. В остальном все по-прежнему. Итак, подведем промежуточные итоги нашего разговора. Короткое резюме по рекомендации по дислепидемии. Новые целевые уровни ЛНП. Очень высокий риск 1,4, высокий 1,8, умеренный 2,6. Повышается уровень доказательности для ингибиторов PCSK9. Это естественно, потому что за последние годы завершились крупные исследования третьей фазы по эволукумабу и алерукумабу. Для лечения гипертреглицеридемии снова вырываются вперед препараты омега-3 полиненасыщенных жирных кислот. Изотемиб его роль увеличивается. Все больше мы говорим о комбинированной терапии при необходимости интенсивного снижения уровня липидов. И категория 2 на 2, если повторное событие за 2 года, целевой уровень ЛНП меньше единицы. Переходим к обсуждению следующего документа. Совсем недавно эта болезнь называлась стабильной ишемической болезнью сердца. Теперь эксперты несколько поменяли название. Эти рекомендации называются хронические коронарные синдромы. Антоним острым коронарным синдромом. Мы с вами прекрасно знаем, что в лечении ишемической болезни сердца за последние годы не так уж много нового. Поэтому эти рекомендации, как мне кажется, они скорее носят такой концептуальный характер. И в них заложена идея, что портрет пациента с ишемической болезнью сердца за последние годы существенно поменялся. Традиционно мы как-то считаем, что стабильная ишемическая болезнь сердца – это стабильная стенокардия. На самом деле это далеко не так, и пациентов со стабильной стенокардии их становится меньше. Но гораздо больше пациентов со стабильной ишемической болезнью сердца – это пациенты реваскулиризированные, это пациенты после острых коронарных синдромов, это безболевая ишемия миокарда, и это такие экзотические и труднодиагностируемые формы, как микроваскулярная и вазоспастическая стенокардия. И шестой портрет пациента – это ишемия, сопровождающаяся сердечной недостаточностью или дисфункцией левого желудочка. То есть, вот эти представленные шесть фенотипов пациентов – это и есть хронические коронарные синдромы, где, еще раз повторю, стабильность стенокардии – лишь один из них. Конечно, определенную сложность представляет диагностика ишемической болезни сердца. Как это ни странно, несмотря на обилие тестов, очень важно правильно поставить диагноз и использовать правильные методы диагностики. От претестовой вероятности мы переходим к оценке клинической вероятности ишемической болезни сердца. И вот здесь, как это ни странно, в эпоху доказательной медицины авторы рекомендации вновь и вновь говорят о необходимости клинического мышления. Оценив претестовую вероятность, мы должны оценить и дополнительные факторы, и клинически понять, насколько этот пациент имеет вероятность ишемической болезни сердца. В зависимости от вероятности мы начинаем диагностику с того или иного метода исследования. Если вероятность невелика, если мы думаем, что скорее все-таки у пациента нет ишемической болезни сердца, но нам хочется ее исключить, то мы вполне можем начать с такой малоинвазивной процедуры визуализации, как КТ-ангиография, то есть компьютерная томография с внутривенным контрастированием для визуализации коронарных артерий. Если вероятность очень велика, если пациент имеет достаточно типичную клиническую картину, и мы понимаем, что с высокой вероятностью он пойдет на ревоскулиоризацию, то диагностику можно в обход нагрузочных проб начать с прямой инвазивной коронарографии. Ну и, наконец, промежуточный вариант, когда нам хочется оценить жизнеспособность миокарда, мы можем использовать традиционные нагрузочные тесты. И, кстати, к вопросу о традиционных нагрузочных тестах. Зачастую во многих учреждениях единственный такой тест – это трэдмил или велоэргометрия, то есть нагрузочная проба с стандартной оценкой электрокардиограммы. Но, к сожалению, чувствительность и специфичность этой пробы далеко не стопроцентная. Мы с вами видим, что традиционный трэдмил-тест работает либо в зоне очень высокой вероятности, то есть если да, то да, у пациента с изначально высокой претестовой клинической вероятностью, либо же вот там, где вероятность отрицательного результата высока. И очень большая серая зона. Поэтому рекомендации нам говорят о том, что если все-таки мы всерьез хотим использовать нагрузочные пробы, стресс-тесты у пациентов с такой вот промежуточной вероятностью, у пациентов серой зоны, то желательно использовать не трэдмил, не велоэргометрию классическую, а нагрузочные пробы с визуализацией, то есть стресс-эхокардиографию, или даже стресс-сцинтиграфию, однофотонно-эмиссионную компьютерную томографию. Новая схема появилась, схема антишемической терапии хронических коронарных синдромов. Хотя если подробно в нее смотреться, вчитаться, то какой-то революции здесь не произошло. Авторы выделили пять портретов пациентов в зависимости от гемодинамических особенностей. Частый пульс, редкий пульс, высокое давление, низкое давление, дисфункция левого желудочка. Если возможно, конечно, первые препараты антишемические – это всегда бета-блокаторы, к которым добавляют антагонисты кальция, то есть все, как и было раньше. Обратите внимание, несколько поднялся уровень для пролонгированных нитратов. Ну, в самом деле, это хорошие, достаточно мощные антиангинальные препараты, но несколько забытые в последние годы, потому что производитель как-то их не рекламирует, за них не вступаются. И напротив, такие молекулы, которые у всех на слуху, там триметазидин, ронолазин, никорандил – это все-таки препараты последнего уровня, которые можно доставать только тогда, когда все уже исчерпано, а у пациента все равно сохраняется клиническая картина. Ну и, пожалуй, наверное, самый значимый момент в этих рекомендациях, который касается лечения – это выбор двойной антитромботической терапии. Мы прекрасно знаем, что типично антитромбоцитарная, двойная агрегантная терапия показана пациентам либо 12 месяцев после любого острого коронарного синдрома, либо 6 месяцев после плановой ревоскулиризации, планового чрезкожного коронарного вмешательства, вернее. Это стандартная ситуация, к которой мы привыкли. Но есть сценарии, когда риск ишемических осложнений более высокий, а риск кровотечения не такой большой, и тогда мы можем использовать схемы, которые представлены здесь, схемы двойной антитромботической терапии. Я, заметьте, говорю именно не антитромбоцитарной, а антитромботической, потому что в одной из этих схем фигурирует ревороксабан. То есть это комбинация аспирина или клопидогрела с ревороксабаном. Это данное исследование КОМПАС, которое в прошлом году было представлено. Ну и самое главное, конечно, для чего мы проводим обследование глубокое пациентов, отбор пациентов, чтобы не пропустить тех больных, которых нужно ревоскулиризировать. Одно время считали, что стабильную ИБС ревоскулиризировать не нужно. Это не улучшает прогноз. Помните исследование КУРАЖ 2007 года. Но сейчас уже понятно, что есть фенотипы, есть портреты пациентов, которых все-таки можно и нужно ревоскулиризировать. Это повлияет на прогноз. Это критическая анатомия, то есть стеноз ствола, проксимальный стеноз передними желудочковой артерии. Это ишемия, сопровождающаяся сердечной недостаточностью. Это большая зона ишемии. Ну и, наконец, классическое показание сохранения симптомов, несмотря на оптимальную медикаментозную терапию. Итак, подведем короткий итог обсуждению рекомендаций по хроническим коронарным синдромам. Еще раз повторю, это концептуальные изменения. ИБС – это гетерогенная группа состояний, связанных с жизненным циклом, скажем так, меняющейся атеросклеротической бляшки. И для того, чтобы подчеркнуть, что ИБС стабильно – это не только стенокардия, это еще и другие фенотипы, вот предложен такой термин, как хронические коронарные синдромы. Как это ни странно, распространенность ишемической болезни сердца снижается в мире, в Европе. Это связано с тем, что мы прилично проводим первичную профилактику, и, соответственно, уменьшается претестовая вероятность ишемической болезни сердца. Совершенствуются методы диагностики, инвазивные, неинвазивные, увеличивается роль компьютерной томографии коронарных артерий. Что касается лечения, то здесь очень важно выделять тех пациентов, которые получат преимущество от двойной антитроботической терапии. Вот это, пожалуй, то новое, что нужно помнить. Следующий документ для обсуждения – это рекомендация по сахарному диабету. Не удивляйтесь, это, кстати, не первый пересмотр, это уже второй документ, который выпускает Европейское сообщество совместно с Европейским обществом сахарного диабета. Почему вдруг диабет обсуждают кардиологи? Потому что сахарный диабет, по большому счету, это сердечно-сосудистые заболевания. Ведь диабет, прежде всего, опасен своими макрососудистыми осложнениями, и погибают пациенты как раз от инфарктов и инсультов, то есть от осложнений атеросклероза. С чем связан пересмотр этого документа, который тоже, кстати, произошел очень быстро, по-моему, три года назад была предыдущая версия рекомендации. Дело в том, что за последние три года закончилось огромное количество, не три, а даже немножко побольше, за 5-7 лет, скажем так, закончилось огромное количество клинических исследований по новым сахароснижающим препаратам. Препаратам из группы, прежде всего, ингибиторов натриево-глюкозного транспортера второго типа, то есть SGLT2, агонистов глюкогоноподобного пептида, это лироглютит, главным образом, и ингибиторов DPP4, D-пептидилпептида за четвертого типа. Так вот, современная парадигма лечения сахарного диабета заключается не в том, что мы должны любой ценой снизить глюкозу, а в том, что мы должны использовать препарат, который при этом снизит, вероятно, сердечно-сосудистых осложнений. И вот как раз все эти исследования, они были направлены на уточнение, на выяснение роли сахароснижающих препаратов в судьбе пациентов с сахарным диабетом. И, как мы знаем, для GLP-1, для SGLT-2 были получены очень хорошие результаты, которые, собственно, легли в основу пересмотра этих рекомендаций. Но вот эта ключевая схема, она, естественно, на экране плохо видна, она может показаться сложной, и, несомненно, вы сможете ее найти в первоисточнике, сможете в нее вчитаться более внимательно, но я лишь покажу основные ключевые особенности. Итак, здесь, как вы видите, эта таблица состоит из двух частей, два сценария. Первый сценарий – пациенты, которые уже получают метформин. Итак, если пациент приходит на метформин, а метформин, в общем-то, признанный препарат первой линии, и при этом у пациента есть атеросклеротическое сердечно-сосудистое заболевание, то есть, скажем, ишемическая болезнь сердца, то второй группой препаратов должны быть ингибиторы SGLT2 – это глифлозины, это эмпоглифлозин и дапоглифлозин, но прежде всего эмпоглифлозин, который показал хорошие результаты по влиянию на прогноз в исследовании M-Parec Outcome, это 2016 год. Или аконисты глюкогоноподобного пептида – это прежде всего лироглютит. А вот теперь самое интересное. А вот это сценарий для пациентов, не леченных, а ведь чаще всего кто диагностирует сахарный диабет второго типа? Это не эндокринологи. Это именно врачи общей практики и врачи-кардиологи, которые смотрят у своих сердечно-сосудистых пациентов показатели гликемии, гликированный гемглобин, и могут самостоятельно поставить диагноз диабета второго типа. Так вот, поставив диагноз, совершенно не нужно сразу же отправлять пациента к эндокринологу. Мы вполне можем лечить этих пациентов сами. И обратите внимание, вот это то, что поменялось. То, что нам нужно взять в голову, что уже на старте, то есть если мы, кардиологи, выявили сахарный диабет у пациента с сердечно-сосудистым заболеванием, то уже на старте мы можем начинать лечение с ингибиторов натриево-глюкозного котранспортера второго типа, то есть глифлозинов, либо агонистов глюкогоноподобного пептида первого типа. Ну, чаще, наверное, речь пойдет именно об SGLT-2, потому что стоимость пока агонистов глюкогоноподобного пептида первого типа, она довольно высокая, ну, плюс это парантеральные препараты. И обратите внимание, что препараты сульфанилмочевины, они ушли, так сказать, в подвал. Препараты небезопасные. Препараты с непонятным влиянием на сердечно-сосудистый прогноз, препараты, вызывающие гипогликемию. Единственным оправданием использования сульфанилмочевины в клинической практике может быть фактически только их низкая стоимость. Так оно в жизни бывает. Но SGLT-2 нам предстоит с вами использовать. Аспирин при сахарном диабете. Последние годы мы с вами наблюдали, как аспирин постепенно уходит из первичной профилактики и остается только для пациентов с уже имеющимся сердечно-сосудистым заболеванием. И, в общем-то, результаты исследований АСЦЕНТа, они тоже говорят о том, что для пациентов с диабетом аспирин не так уж нужен. Но здесь авторы рекомендации, они оставляют такую вот лазейку с уровнем 2B. Возможно назначение аспирина в первичной профилактике при диабете при очень высоком риске и явном отсутствии желудочно-кишечного риска, отсутствии противопоказаний. Но я процитирую одного коллегу, мне очень понравилось, я недавно услышал эту фразу, что уровень доказательности 2B – это когда дверь открыта, но совершенно не значит, что нужно туда входить. То есть, в общем-то, аспирин все-таки в первичной профилактике – это скорее исключение. Статины при сахарном диабете. Уже давно мы говорим о том, что сам по себе сахарный диабет 2 типа – это практически абсолютное показание к назначению статинов для большинства пациентов. И, как мы с вами помним, пациенты с сахарным диабетом, они, как правило, относятся либо к группе очень высокого, либо высокого, гораздо реже умеренного сердечно-сосудистого риска. И стало быть, всем этим пациентам нужны статины, но лишь с разной степенью интенсивности. Если это высокий риск или очень высокий, то вы помните, что цель – это меньше, чем 1,8 и, соответственно, меньше, чем 1,4 ммол на литр. То есть, здесь эти рекомендации, они вполне гармонизированы с рекомендациями по лечению дислепидемии. Артериальное давление и сахарный диабет. Здесь ничего нового не произошло. Опять же, эти рекомендации гармонизированы с прошлогодним документом по артериальной гипертензии. То есть, это снижение давления меньше, чем 130 на 800 у большинства пациентов. У пожилых пациентов старше 65 лет возможен диапазон 130-139. И диастолическое давление при любом сценарии меньше 80. И, наконец, рекомендации по реваскулиризации у пациентов с сахарным диабетом. Они в этой части существенно упростились. Вот эта схема показывает, кому предпочтительно чрезкожное коронарное вмешательство, кому предпочтительно коронарное шунтирование. Конечно, сахарный диабет всегда рассматривался как отягчающий фактор, как фактор, который ухудшает исходы стентирования. Поэтому вы видите, что здесь, кроме первого сценария, такое простое поражение, одно-двухсосудистое поражение, везде зеленая зона, уровень 1, уровень доказательности для коронарного шунтирования. Но, тем не менее, чрезкожное коронарное вмешательство в ряде случаев тоже можно выполнить. Ну что ж, мы с вами завершили обсуждение клинических рекомендаций. Мы поговорили коротко о дислепидемии, о хронических коронарных синдромах и о сахарном диабете. Теперь давайте перейдем к обсуждению так называемых hotline, горячих новостей. Вообще, надо сказать, что вот эти горячие новости, они на Конгрессе представляются очень интересно. Во-первых, до самого заседания, до самой сессии никто не знает их результатов. То есть авторы исследования, рабочая группа, они дают подписку о неразглашении. И результаты исследований, они докладываются в режиме реального времени. И вот в этом году, вот этот первый hotline, на котором были представлены исследования, о которых я сейчас буду рассказывать, они собрали какое-то небывалое количество людей. Я впервые в жизни видел, как в прямом смысле слова люди в зал проходят сквозь стены. Но, правда, стены были сделаны из толстой ткани. Я, кстати, тоже был в их числе, людей, проникавших сквозь стены, для того, чтобы посмотреть на представление результатов вот этих исследований в прямом эфире. Итак, самое главное исследование. И это, наверное, не только такая вот бомба в хорошем смысле слова и главная новость кардиологии 2019 года, но и вообще, наверное, самое важное событие в кардиологии со времен представлений, со времен 2014 года, со времен исследования парадигма по группе ОРНИ, по сукубитрилболсартану. Итак, дапоглифлозин у пациентов с сердечной недостаточностью и сниженной фракцией выброса. Мы с вами сегодня уже обсуждали эту группу препаратов. Дапоглифлозин – это представитель группы ингибиторов натриевоглюкозного контрранспортера второго типа. То есть, та группа, которая считается самой перспективной в лечении сахарного диабета второго типа. Успехи, прежде всего, эмпоглифлозина в исследовании Эмпарек-ауткам, влияние на сердечно-сосудистый прогноз, оно заставило производителей и ученых задуматься, а может быть, эти препараты можно использовать и у пациентов без сахарного диабета. Дело в том, что, несмотря на сложное название ингибитора натриевоглюкозного контрранспортера второго типа, у этих препаратов очень простой механизм действия. Очень простой и очень понятный. Они снижают почечный порог глюкозурии и увеличивают тем самым сброс, вернее, вызывают сброс избытка глюкозы с мочой. Ну а, естественно, сброс глюкозы с мочой, он влечет за собой увеличение диуреза. То есть, в общем виде, в самом простом виде, препараты работают как косматические диуретики. И вот возникла идея, давайте попробуем использовать эти препараты для лечения пациентов с сердечной недостаточностью. Итак, в исследование ДАП и ЭЧФ были включены пациенты с симптомной сердечной недостаточностью со сниженной фракцией выброса. Как вы видите, диагноз подтвержденный и эхокардиографически, и по уровню натриуретического пептида. Естественно, когда эти препараты выходили на рынок, даже еще раньше, когда проводились исследования, то все очень боялись за состояние почек. Потому что сброс глюкозы через почки, кажется, это может привести к их повреждению. Ведь мы с вами всегда считали, что глюкозурия у больного с сахарным диабетом – это как раз признак декомпенсации. Поэтому здесь в качестве ограничения был установлен порог 30 мл в минуту. То есть, пациентов с 4-5 стадии ХБП в это исследование не включали. Это плацебо-контролируемое исследование. 2,5 тысячи человек, почти 2,5 тысячи человек в каждой группе. Группа плацебо и группа дапоглифлозина – 10 мг в сутки, один раз в день. В данном случае применение плацебо абсолютно этично, потому что все это происходило поверх прекраснейшей, оптимальной, такой вот хорошей, стандартной терапии сердечной недостаточности. То есть, посмотрите, все практически пациенты получали ингибиторы АПФ или сортаны, 11% группу оргни, почти все пациенты получали бета-блокаторы, большинство пациентов получало антагонисты минералокортикоидных рецепторов, то есть, спиронолактона или эплеринон, и почти треть пациентов имела имплантированные девайсы. То есть, пациенты очень хорошо лечены, и так часть пациентов получала плацебо, часть – дапоглифлозина. И вот это ключевой слайд. И, собственно, когда этот слайд появился, то зал просто разразился аплодисментами, потому что то, что мы сейчас видим, это означает, что отныне кардиологи получили еще один новый препарат, а точнее, скорее всего, еще одну новую группу, потому что закончится, сейчас продолжаются исследования похожего дизайна по эмпоглифлозину и по канаглифлозину, что мы получаем новую группу препаратов, которая улучшает прогноз, то есть, увеличивает выживаемость пациентов с сердечной недостаточностью. Обратите внимание, какие прекрасные результаты. То есть, снижение риска на 26%, потрясающий уровень достоверности, и показатель NNT, то есть число больных, которых необходимо пролечить для спасения одной жизни или предупреждения одной госпитализации, это всего лишь 21. И надо сказать, что при разделении этой конечной точки на составляющие части, и там, и там сохранялся высокий уровень достоверности. То есть, препарат не просто уменьшает выраженность декомпенсации, но препарат влияет на сердечно-сосудистую смертность. Поэтому, конечно, значение этой исследования сложно переоценить, и отныне, не прямо с завтрашнего дня, должно пройти какое-то время, пока поменяется инструкция, пока поменяются рекомендации, но отныне эта группа препаратов, конечно, уже будут использовать не только эндокринологи, но и кардиологи. Что важно, что дапоглифлозин в этом исследовании работал как у пациентов с диабетом, так и у пациентов без диабета. И вот я уже в некоторых аудиториях это исследование комментировал, и практически везде меня спрашивали, а как же, если это сахароснижающий препарат, то при назначении пациентам без диабета не будет ли развиваться гипогликемия? Нет, не будет. В данном случае ничего плохого не было. Вообще, новые сахароснижающие препараты, вот эти последние поколения, и DPP-4, и GLP-1, то есть, извините, GPP-1, и SGLT-2, они гипогликемию не вызывают. Поэтому здесь опасения насчет гипогликемии быть не должно. Следующее исследование, исследование TEMIS из плеяды исследований по тикогрилору из группы исследований Парфенон, это очередная попытка двойной антитромбоцитарной терапии у стабильных пациентов. В этом исследовании тикогрилор сначала в дозе 90 мг, а после публикации результатов исследования по пролонгированной терапии дозу поменяли на 60 мг. Тикогрилор поверх аспирина у пациентов со стабильной ишемической болезнью сердца и с сахарным диабетом. Минимальные различия в пользу тикогрилора, которые, впрочем, полностью нивелируются безопасностью. То есть, в данном случае плюс он минимальный, но вред существенный. Поэтому еще раз, давайте я еще раз вернусь к этому слайду, покажу, кому в данном случае назначали. То есть, это стабильная ишемическая болезнь сердца у пациентов с сахарным диабетом. Итак, этим пациентам рутинная двойная антитромбоцитарная терапия, вернее, аспирин плюс тикогрилор, она не нужна. Еще одно исследование, тут был прям такой черный день для тикогрилора, еще одно исследование очень необычного дизайна, и, как мне кажется, имеющее важное значение, исследование, которое еще будут обсуждать и не раз. Исследование Ресар-Рект – это прямое сравнение тикогрилора и просугрела. Согласитесь, не так много у нас примеров, когда в рамках серьезного масштабного клинического исследования, это 5000 пациентов, почти 4000 пациентов, по 2000 человек в каждой группе, исследование, когда лоб в лоб сравнивают действующих представителей конкурирующих препаратов, конкурирующих групп препаратов. Практически это сложно себе представить, это все равно, что кто-нибудь взял бы и лоб в лоб сравнил, скажем, добегатран и апексабан. Это практически нереально. Так вот здесь немцы это сделали, причем это исследование выполнялось без поддержки фармацевтических компаний, оно финансировалось независимым фондом. Конечно, уже появилась критика этого исследования, что там были какие-то методические огрехи, конечные точки там выясняли по телефону, и рандомизация была методом слепых конвертов. Но, тем не менее, исследование довольно крупное, и все равно пациенты эти были однородные, и все равно это было исследование рандомизированное, и оно отражает тактику применения этих двух антитромбоцитарных препаратов. И, как вы видите, тикогрелор здесь сокрушительно проиграл просугрелу. Поэтому, как это повлияет на нашу клиническую практику, посмотрим. Но, несомненно, об этом исследовании мы еще услышим и не раз. Еще одно негативное исследование, касающееся двойной антитромботической терапии. В данном случае проверили гипотезу, будет ли хороша двойная терапия, ривороксабан плюс антиагрегант, то есть плюс аспирин или плюс клопидогрел, или плюс просугрел, тикогрелора там не было, у пациентов с фибрилляцией предсердия и стабильной ишемической болезнью сердца. И здесь, видите, оказалось, что комбинированная терапия была гораздо хуже. То есть высокий риск смерти от всех причин. Исследование было остановлено досрочно. Еще раз убедились в том, что при стабильной ишемической болезни сердца рутинная двойная антитромботическая терапия не нужна. Достаточно одного антиагреганта. Мы уже вспоминали исследование «Парадигма», главное событие 2014 года, где препарат из группы «Арнис», укубитрилволсартан, показал свое преимущество перед аналаприлом в лечении пациентов с сердечной недостаточностью со сниженной фракцией выброса. В исследовании «Парагона» и «ЧФ» попытались повторить этот успех, но уже у пациентов с сердечной недостаточностью и с сохраненной фракцией выброса. И, к сожалению, результата не получили. Честно говоря, это были ожидаемые результаты, потому что мы прекрасно знаем, что до сих пор у нас нет фактически ни одного препарата, ни одной группы препаратов, которая обладала бы доказанным влиянием на прогноз у пациентов с сердечной недостаточностью с сохраненной фракцией выброса. Но вот препарат из группы «Арни» он исключением, к сожалению, не стал, поэтому это, наверное, такое ожидаемое негативное исследование. Исследование «Комплит» очень важное для клинической практики – это сравнение стратегии ревоскулиризации у пациентов после инфаркта миокарда с подъемом сегмента СТ. Как ревоскулиризировать пациента? Открывать только инфаркт-связанную артерию или же добиваться полного восстановления кровотока по всем пораженным сосудам. Здесь речь идет, конечно, не об одномоментной ревоскулиризации в остром периоде. Здесь речь идет о том, что после стентирования экстренного инфаркта связанной артерии нужно в течение ближайшего месяца восстановить кровоток в остальных артериях. Если это сделать, то в конечном итоге исходы прогноза будут лучше. По-видимому, это исследование должно изменить во многом наше отношение к таким пациентам. Ну и, наконец, еще одно очень интересное, очень остроумное исследование. И многие комментаторы, многие эксперты говорили, что именно этому исследованию надо отдать вообще пальму первенства, потому что такие вещи уже практически не делают. И мы, как-то углубившись в фармакотерапию, совершенно забываем о существовании немедикаментозных методов лечения. Итак, что сделали авторы исследования? А здесь фактически один человек был инициатором этого исследования. Это Бразилия, это сельские районы Бразилии. Так вот, авторы этого исследования вместе с группой организаторов, единомышленников, они ходят по деревням, этим бразильским деревням, и обменивают соль, которую есть в домах у жителей, на соль с пониженным содержанием натрия. То есть, обычную соль, которая на 100% состоит из хлорида натрия, они заменяют на соль, которая на 25% состоит из хлорида калия и 75% только хлорида натрия. И они получают совершенно потрясающий результат, что только вот такая мера, простая, дешевая, они бесплатно отдавали свою новую соль и забирали старую. И вот такая вот простая мера, она позволяет, пусть ненамного, снизить артериальное давление и в конечном итоге увеличить время до развития артериальной гипертензии. То есть, вот в чем-то это даже такой вот ренессанс. И очень может быть, что вот эта простая стратегия, она будет принята, скажем так же, как во многих странах, обязательно иодирование йода. Впрочем, я, конечно, побуду адвокатом дьявола и позволь себе задуматься о том, что, наверное, есть пациенты с почечной недостаточностью, пациенты с гиперкалиемией, которым такое вот дополнительное поступление калия, оно может быть не очень хорошо. Но хотя надо, конечно, смотреть, сколько там калия получают эти пациенты. Ну что ж, уважаемые коллеги, вот в таком телеграфном стиле, экспресс-стиле, блиц-стиле я рассказал практически все, что хотел. Если сформулировать это в трех позициях, вот что интересного, что яркого, что значимого произошло, то, мне кажется, первая важная вещь – это интенсификация гиполепидемической терапии. То есть еще раз вспомним, что для пациентов очень высокого риска мы теперь стремимся к цифре меньше, чем 1,4. Второе – это, конечно, триумф ингибиторов SGLT2. Ну, поживем – увидим. Очень может быть, что, конечно, вслед за таким вот всплеском, вслед за таким успехом наступят, может быть, будут и какие-то моменты разочарования. Может быть, мы при долговременном наблюдении получим какие-то дополнительные, скажем, красные флаги, касающиеся безопасности. Но пока очень хочется немножко почувствовать вот этот триумф и всерьез поверить, что мы действительно можем что-то дополнительно сделать для наших пациентов. Ну и, конечно, продолжается такая рутинная скрупулезная работа по отработке различных режимов двойной, уже реже тройной, как правило, двойной антитромботической терапии, то есть комбинации антиагрегантов, комбинации антиагрегантов с антикоагулянтами в различных группах пациентов. С вами был доктор Родионов. Оставайтесь с нами. Всего доброго. Сюжет посвящен очень важной проблеме, проблеме поиска подходов к профилактике развития инсульта у больных с фибрилляцией предсердий в тех случаях, когда больной по тем или иным причинам, ну, в первую очередь, вследствие очень крайне высокого риска развития геморрагических осложнений, не может получать антикоагулянты. В такой ситуации обычно рекомендуют такой хорошо изученный метод, как имплантация окклюдора ушка левого предсердия. Однако, очевидно, что этот метод достаточно инвазивный, хотя и это транскатетерная имплантация, но, тем не менее, все равно продолжаются поиски новых методов для профилактики инсульта в такой ситуации. Ну и в связи с этим мы с вами обсудим результаты исследования КОПЧО. Это исследование, в котором хотели попробовать, посмотреть, насколько будет эффективна имплантация ловушки в обе сонные артерии у больных с фибрилляцией предсердий, которые не могут принимать антикоагулянты. Результаты этого исследования недавно были опубликованы в журнале Journal of American Calic Cardiology. Давайте посмотрим на характеристику участников. 25 больных – это, естественно, наблюдательное исследование, то есть первый опыт, средний возраст – 71 плюс-минус 9 лет, средняя оценка по шкале ЧАЦ-ВАСК – 4,4 балла, то есть достаточный высокий риск развития инсульта и абсолютные показания для профилактики имболий, связанных с фибрилляцией предсердий. На картинке хорошо видно, как в сонной артерии устанавливали ловушку. На средней картинке представлена эта ловушка, такая пружинная ловушка, которая устанавливалась в сонной артерии. И мы видим, как это выглядит по данным ультразвукового исследования. Теперь посмотрим на результаты этого исследования. В укропленном виде можно посмотреть на локализацию, куда имплантировали ловушку, на саму ловушку, и как она выглядит при ультразвуковомом исследовании. Ну и давайте теперь посмотрим на результаты исследования подробнее. Не было ни одного случая в течение 6 месяцев формирования тромба инситу, то есть в месте имплантации устройства. Но тем не менее было 6 захваченных тромбов у 4 больных. У одного больного, к сожалению, произошли 2 небольших инсульта, но они не были связаны с бассейном общей сонной артерии. Захваченные тромбы очень быстро устранялись кратковременным применением гепарина. Так что такой метод, наверное, представляется перспективным. Но для того, чтобы он был внедрен в клиническую практику, помимо обсервационного исследования, конечно, нужны, наверное, рандомизированные исследования для того, чтобы оценить эффективность и дополнительно оценить безопасность применения такого метода. Ну и вывод, который делают авторы. Установка постоянного фильтра в сонной артерии с целью профилактики инсульта у больных с фибрилляцией предсердий технически выполнима и безопасна. Так что будем ждать новых результатов исследований данного метода. Спасибо за внимание.